Знаете что? Пошло всё в пизду. Я нафигачил разговорного контента на 2 часа уж точно. И то это если с вырезанием всех пауз. Ну как я это обычно умею? Чтоб так сказать было не особо понятно. И так я был под большим впечатлением от армии. В плохом смысле, конечно же. Тааа, ну значит пробежимся по пунктам. Первое это коррупция, она есть везде и там тоже. С меня постоянно трясли деньги командиры. Один раз я им даже комп купил. Из-за того, что один чувак выебался фсбшником с неуставным ноутом. А поскольку я тоже был писарем, меня тоже заставили скидываться на ком. Ну и того чела тоже. А да забыл сказать. Я был писарем в штабе и грубо говоря жил в коптерке штаба. Прощай грязная блять, убитая нахуй коптерка, которую я провел всю свою срочку. Но это так мелочи. Второе, если ты что-то проебешь, то тебе придется это рожать. Командиры мне постоянно говорили. Нет бумаги. Иди рожай. Мне похуй как ты еблан, столько бумаги тратишь. У тебя постоянно какие-то ошибки. Я со своей зарплаты покупать ее не намерен. Ну и тут два варианта. Либо ты идешь и пидишь, либо ты сам ее покупаешь. И так со всем остальным. Спиздили шапку. Идешь рожаешь. Проебал ремень. Идешь рожаешь. Отсюда мы переходим к третьему пункту. Это то, насколько сильно в армии люди меняются. Там нет коллективизма. Хотя о нем там постоянно говорят. Все становятся волками, которые тебя готовы сожрать. Армия будет в людях самые низменные пороки. Приведу пример. На воле ты спокойный чел, который никого не трогает. В армии ты отбитый долбоеб, который готов убить. Ну, к примеру, за сигарету. Тебе не дают курить. Ты жрешь дерьмо. У тебя нет сенсорки, чтоб хоть как-то разрядиться. Командиры постоянно на тебя орут. Ты заебанный. Ты снаряда пришел. Ты хочешь спать. Но из-за какого-то долбоеба, который решил ночью пожрать, и это увидел командир. Ты стоишь вместе со своим взводом. Учишь устав где-то до часу ночи. А подъем в 6 утра. Естественно, после такого, либо ты точно сорвешься на кого-нибудь. Либо ты станешь терпилой, который будет постоянно думать. Б**ть, это когда-нибудь докончится. Дембель неизбежен. Переходим к четвертой проблеме. Абсурдность задач. Летом ты рвешь одуванчики, потому что это враг всей армии. Осенью ты пришиваешь листья обратно к деревьям. Зимой ты строишь статуи снега. Сгребаешь снег и делаешь кантики на бордюрах. Короче, ты весь год страдаешь хуйней. Отсюда переходим к пятому пункту, что если ты аниме-девочка, ну творческий человек, не такой, как другие. Не можешь хуярить и не спать ночами. Ну тут главное, не повеситься на ремне и не съебываться в дурку. Хотя если сильно хочется, то можно. Переходим к шестому пункту, смертность и увечья. В армии ты принадлежишь сам себе. И может так получится, что из-за того, что ты не спал ночью, ты решишь где-нибудь на танкодроме прилечь, пока никто не видит. Ну так хотя бы на минут на пять. А потом узнают, что тебя случайно КАМАЗ намотал на колесо, потому что ты спал на этом самом колесе. Реальная история кста. Или так? Ты отдохнул, тебе заебись. Тебя взяли как рабочку, ну как рабочую команду. И ты пошел грести снег в парке. А тебя хуяк и прищемило железными воротами. И все ты инвалид. Тебе сломали позвоночник. Так случилось с челом из моей роты. Так его еще до дембеля в мие пункте держали. И выпрут еще тебя. С белым билетом. Есть еще дохуя истории. У нас в части был чел, который так сильно заебался служить, что решил себе отхуярить указательный палец. Ну чтоб не стрелять. Ведь как он будет стрелять без указательного пальца? Он его отхуярил и попытался смыть в унитазе. И почти смыл. Но ему его достали, а потом еще пытались пришить. Только не вышло. Я могу продолжать бесконечно. Эта тема вообще отдельного ролика заслуживает. Седьмое. Разные части. Разные проблемы. В одной, например, нет дедовщины. А в другой есть. Одна почти заброшена. И всем похуй на срочников, их не ебут. А в другой все живут по уставу. В одной хорошо кормят. А в другой ты жрешь дерьмо. В одной есть горячая вода, уютный туалет, душевая кабинка. А в другой ты ходишь срать на улицу в дырку в сарае. Этот список из семи пунктов можно продолжать бесконечно. Настолько все в этой ебучей армии хуево. Поэтому я всех отговариваю даже думать про армию. Лучше всего пока ты на гражданке, даже не пытаться туда идти. Даже если ты был кадетом. У меня столько знакомых, которые просто попав туда, очень сильно разочаровывались. Бегайте от армии. Идите заново учиться. Задонатьте на военный билет. Задонатьте врачам, чтобы поставили вам неизлечимую болячку. Это не призыв к активным действиям. Это просто мой вам совет. Фух, я сделал это ура. Ну что, если хочешь, чтобы я рассказал побольше о том, как там служится. Пиши коммент. Может быть даже сделаю вторую часть и больше расскажу про себя. Ну а в целом, вот ты согласен с моим тезисом про армию? Я согласен, да, с тем, что типа в армии нет какой-то четкой организации вообще. Потому что людей туда просто кидают, их ничему не готовят, ничему не учат. Они думают, что у людей есть своя башка. Кстати, список можно еще внести. В армии нихуя не учат. То есть я сколько ты стрелял? Я ни разу не стрелял. Вот почему я обожаю векторную графику. Заебись.